Дискуссия Эпоха глобализации Переходит в фазу формирования Нового мирового порядка Все это, мне кажется, отчетливо Прослеживается Мы становимся свидетелями Введения беспрецедентных Ограничений По масштабам Разрыва логистических цепочек Разрыва кооперационных Связей Рост цен на энергоносители На продовольствие Инфляция растет И, конечно же, Эта иносоциальная Ситуация в наших обществах Тоже отражается Я думаю, Буквально несколько дней тому назад Международный валютный фонд Он опубликовал Свой доклад и тоже Говорит о том, что мировая экономика Фрагментируется Замедляются темпы роста В ВВП Особо, значит, Более пострадавшими будут Являться развивающиеся и развитые страны И, конечно, это не может не коснуться И постсоветское пространство Поэтому вызовы большие И, конечно, нам нужно находить Какой-то ответ, адекватный ответ На эти вызовы Значит, оценивая динамику Интервьюционных процессов За последние 30 лет Я, значит, Много Знакомился с этой информацией И, в принципе, я ничего Такого оригинального сказать не могу Да, за 30 лет Прошли наши страны Долгий, сложный путь Каждая страна строила Свою систему политическую Свою государственность Свою экономику Каждая по-разному Определяла принципы Формирования внешней политики Формирования внешнеэкономической политики И на первом этапе После обретения независимости Конечно, вот на мой взгляд Были такие тенденции Больше к размежеванию Чем к объединению Но, несмотря на обретение Политической и экономической Самостоятельности Не привели к утрате Самой идеи интеграции Вот эта вот идея Она все равно витала, скажем так По советскому пространству И вот избранный формат Взаимодействия В виде содружества Независимых государств Вот на мой взгляд Позволил, конечно, наработать И институты И механизмы практически По всем жизненно важным направлениям Значит, прежде всего Это в экономической области Это коммуникационных И транспортных отношений Обеспечение безопасности Ну и, конечно, большой блок Это культурно-гуманитарные взаимодействия И, значит, позиция Узбекистана Заключается в том, что В быстро меняющемся мире СНГ остается востребованным Механизмом В качестве структуры Межгосударственного взаимодействия Несмотря на вызовы Нам удалось Практически Если вот проследить Последние 5-6 лет Удалось нарастить взаимодействие В рамках СНГ Даже в 2022 году Все эти глобальные вызовы И потрясения, которые произошли Они Они отразились таким образом Что наши Торговые взаимоотношения Со всеми странами СНГ выросли На 20,9% У нас товарооборот Со всеми странами вырос Конечно, это и связано И с ценовым ростом на энергоносители Но Если так проанализировать Мы Создали Значит Более тысячи совместных предприятий За год Вот В Узбекистане Создано Тысячу совместных предприятий С участием капитала Из стран СНГ И Конечно Мы должны поддерживать Такой вот Тренд В этом отношении Не может быть и речи И очень много у нас Реализуются совместных проектов Значит И проектов кооперации И в машиностроении И в энергетике И в химической Фармацевтической промышленности Мы сегодня все-таки говорим Больше об экономических аспектах Насколько я понимаю В текстильной отрасли У нас есть совместные кластеры И с Узбекистаном С Казахстаном Мы создаем там Да По совместной переработке У нас с Российской Федерацией Большой химический кластер Сегодня Формируется под Ташкентом По переработке Значит И производству Нефтехимии Значит Вообще Пакет заказов С Российской Федерации У нас больше чем На 20 миллиардов И все они Мы собираемся Все эти проекты Реализовать Значит Где на наш взгляд Мы должны Вот Двигаться В каком направлении Я выделил Три момента всего Там их наверное Гораздо больше Но вот Что мне приходит В голову И как мне кажется Достаточно важно Первое Это Мы до сих пор Не сформировали На постсоветском пространстве Зону свободы торговли То есть Понятное дело Есть договор Есть соглашение Есть в принципе И работает Соглашение О зоне свободы торговли Но Еще Есть очень много Значит Барьеров И как Тарифных барьеров Есть экспортные бошлины Во взаимоотношениях Между нами Есть технические барьеры И я думаю Что мы должны Мы много говорим О том Что надо Двигаться Надо двигаться К более полной Такой полноценной Зоне свободы торговли И вот Мне кажется Это вещь Которую нужно В конце концов Сесть И довести ее До конца Мне кажется Это очень важно Это все равно Сдерживающий Наше взаимоотношение Значит Пункт Который мы должны решить Второе На наш взгляд Ключевым направлением Взаимодействия Это вот На сегодняшний день Выходят Вопросы Совместно Сообщая Решать вопросы Продовольственной безопасности Только в прошлом году Вот Временные ограничения На экспорт Тех или иных Продуктов питания Сразу же На наших рынках Это Потрясение Ценовое происходит Здесь мы должны Нарабатывать Такие механизмы Которые бы Не позволяли На Ну Значит Продовольственному рынку Так вот Остро реагировать На Какие-то Ограничения Которые Вводятся Значит В индивидуальном порядке Вот И в этом плане Мы хотели бы Допустим Предложить Нашим партнерам Из СНГ Могли бы Предложить Плодовочную продукцию Запустить Как мы запустили С Российской Федерацией Экспресс Агропоезда Для того Чтобы можно было Нарастить Поставки Плодовочной продукции Но в то же время Мы Конечно Заинтересованы В стабильных Поставках Зерновых Масличных Культур Это те вещи Которые Мы Активно Закупаем Постоянно Закупаем В основном С России С Казахстана То есть По советских Стран Вот И мы хотели бы Иметь Значит Гарантии Таких стабильных Поставок На среднесрочную И Более Перспективу Мне кажется Здесь мы должны Тоже нарабатывать Какие-то механизмы Я бы вас попросила Немножечко Зафинишировать Потому что У нас Регламент Мы обязательно Вернемся К вопросам Связанным С экономическими Нашими Процессами Я прошу прощения Я думал Наоборот Еще много времени Отметила Несколько важных Пунктов Я бы хотела Чтобы мы вернулись К ним Уже в процессе Дискуссии Ну просто Чтобы мы Уложились Давайте мы Тогда Будем держать Все, Марина Я понял Тогда я сейчас Буквально Так телеграфно Еще обозначу Некоторые моменты И третий момент Ключевой для нас Как для страны Которая Значит Double land country Там Да То есть Не имеет выхода К морю И до моря Нам нужно проехать Как минимум Две страны Это конечно Сотрудничество В транспортной сфере Для нас Это жизненно важно Жизненно необходимо И мы Имеем Те Маршруты Поставки Которые имели Сегодня Они Многие из них Не работают И мы должны Сообща Находить Альтернативы Альтернативы Значит На новом Транспортном коридору Здесь я не могу Не упомянуть То что мы Вот сейчас Совместно с Кыргызстаном Значит Проект По строительству Железной дороги Вместе с Китайской народной Республикой КНР Кыргызстан Узбекистан Я думаю Что Этот проект Будет органично Дополнять Действующие маршруты Способствуют Превращению СНГ В другую Чего Звено Трансконтинентальных Транспортных Перевозок Значит И На Еще один Вопрос Который Здесь Вот В дискуссиях Был обозначен Что касается Постсоветского Пространства Как поле Столкновения Интересов Крупногеополитических Акторов США Китая Европа И Что можно Здесь Выделить Я думаю Что Коллеги Ну давайте Мы тогда Вот я думаю Может быть Мы тогда Этот вопрос Как на второй Раунд Пустим А то у нас Тогда придется Каждому Сейчас минут Там по Десять Чем-то Или пятнадцать Выступать Мы тогда Просто Можем В дискуссии Все Тогда Давайте Спасибо Большое Давайте Отдельно Вынесем В отдельную Тему С С Международными Центрами Силы Это действительно Очень Такой Интересный Важный Вопрос Кстати В контексте Вчерашних Еще Дискуссий Если Вы на них Присутствовали Тоже Было Очень Интересно Позицию Наших Коллег Услышать Там Из Индии И Про Китай И Были у нас Коллеги Из Европы Я думаю Мы Сейчас Дополним То Что Они Как Раз Говорили Тоже Спасибо